Стоило 150 тысяч рублей, которые в течение полутора лет собирало с родителей учеников якобы на учебники и организацию творческих мероприятий. Но поборы в школах проблема повсеместная. Всего за 10 дней работы горячей линии на нее поступило более сотни звонков из 27 регионов России. На что школа по закону может требовать деньги от родителей и какие траты полностью покрывают бюджет, выяснял Сергей Зыблев. Рассказывая о поборах в школе, где училась ее дочь, эта женщина просит не показывать лицо. На собрании первого класса она узнала, что кроме знаний по математике и русскому, в образовательном учреждении оценивают еще и финансовую успеваемость. Деньги было поручено собирать родительскому комитету. На охрану сдавалось 100 рублей, фонд школы составлял 200 рублей, фонд класса от 350. Руководство родкомитета регулярно ставило нас в известность о том, что у нас прекрасная финансовая успеваемость. Теперь в этой истории разбирается прокуратура. Будет дана оценка в целом о законе при лечении денежных средств родителей в данную конкретную школу. Но даже внимание надзорных органов педагогов не пугает. Деньги с родителей порой требуют с настойчивостью коллекторов, как, например, учитель одной из красноярских школ. В общеклассном чате она буквально запугивала родителей. Завтра выставляют в журнал активности родителей плюсы из расчета 1 плюс 250 рублей. Плюсы буду ставить до конца учебного года и при подведении очередных итогов учту. Поборы в школе проблема общероссийская. На горячую линию, которую организовала общественная организация «Зона права», поступили сотни жалоб от родителей из трех десятков регионов. В Забайкальском крае в аренду сдавали учебники. 5 рублей старый, 10 новый. Питание. Это единственное, на что школа может брать деньги с родителей. Картофель, 14 килограммов свекла, 4 морковь и лук по 2. В одной из брянских школ поставки от родителей по договору на добровольной основе. Да, сдают и Татьяна Ивановна принимает. Потому что без родительской доли мы никогда не дойдемся. Такие же овощные налоги с родителей на добровольной основе собирают в Татарстане и Алтайском крае. Считать ли это поборами, если из регионального бюджета на питание школьника платят всего 8 рублей в день, а из федерального вообще ничего. В Брянском департаменте образования уверены, выделяемой суммы достаточно. Чай и булочка. Но иногда этого достаточно для того, чтобы ребенок перекусил на какой-то переменке. Цена у бесплатного образования в каждой школе своя. Охрана, учебники, спортивный инвентарь и даже школьные парты. Что-то из этого списка просят оплачивать родителей, которым объясняют все это для комфорта детей. Ремонт учебники, охрана и уборка помещений в полном объеме финансируются из бюджета. И тем не менее школы, которые живут без родительских взносов, остаются исключением. У нас же аппетит приходит во время еды, поэтому если сдают денежные средства, значит мы можем еще просить. Я думаю, что тенденция только в этом. А так, конечно же, мы за то, чтобы их сборов побочных было как можно меньше. Финансовые аппетиты школы для жительницы Уфы Евгении Киваевой оказались неподъемными. На одни только рабочие хитради. Образовательное учреждение требует сдать около 5000 рублей. Прокуратура подтвердила, что деньги в школе собирают незаконно, но вместо извинений мама пятиклассника получила повестку в суд. По 128 статье, часть 1, на данный момент идет расследование. Хотя по данной школе мне дан ответ с прокуратуры, что поборы подтвердились. Впрочем, такое поведение школьной администрации скорее исключение. Чаще попытки родителей отстоять свои права заканчиваются тем, что школа снимает денежную нагрузку. Так произошло в этой ростовской школе, где за счет учеников хотели установить турникет стоимостью почти полмиллиона. Родители не промолчали и директор сбор денег отменил. Сергей Зыбрев, Владимир Иваненко, Алексей Агров, Вероника Богман, Диана Джамилева и Лаура Половандова. Вести.